Вопрос спрашивает Аманчук Ярослав. Здравствуйте, Александр. Что можно делать самостоятельно, без Бога? А что без Бога нежелательно делать самостоятельно? Как вы, Александр, определяете для себя, что можно делать самостоятельно, а что нет? И в чем она заключается? Не знаю, что. Самостоятельность, наверное, да? Благодарю за ответ. Ярослав, ну, разумеется, мы в течение дня, а тем более в течение жизни, делаем миллионы выборов и решений, о которых, я считаю, не стоит беспокоить Бога. То есть, допустим, что иметь на завтрак сегодня? Или какую действительно рубашку одеть сегодня? Или я не знаю, что еще вам сказать. Но есть большое количество вопросов, когда, я считаю, мы Бога не беспокоим. Конечно же, участвуя в дебатах с такими ультракальвинистскими взглядами, с некоторыми людьми, они настолько мало оставляют место воле Божией, это не мной сказано, не помнили Лютер или Кальвин когда-то высказал эту мысль, что эти взгляды ультра-кальвинистские, они настолько мало места оставляют воле Божией, что вплоть до того, что от человека ничего не зависит, понимает он это или не понимает, все развивается по сценарию, определенному Богом, и скорость, с которой человек едет, и где он перестраивается, и какой дорогой он едет, и все прочее и тому подобное, я, конечно же, так не считаю. Это слишком жестоко, неуважительно, что ли, к человеку, который также свободная личность и который делает свой выбор, то, что ему комфортно. Вот посмотрите, сколько разных вещей мы настраиваем под себя, температуру в зале сейчас, допустим, пищу, которую мы любим или не любим, одежду, которая нам больше импонирует. Потому, разумеется, что есть много сфер жизни, где мы самостоятельно, как вы пишете, Ярослав, определяем для себя, заниматься тем или иным. Но при этом, при этом, послушайте меня, при этом человек настолько высокомерен, аж до такой степени, чтобы быть равным Богу, что даже в тех вопросах, куда человек неуполномочен вникать, касаться и тем более что-то изменять, человек пытается и вторгается в те сферы. Посмотрите, мы доходим до сумасшествия, когда люди пытаются поменять пол. Около года идет консультация с психологом, потому что крыша может поехать у человека. Бог ему определил тот или иной пол. Это абсолютно Божье определение, но человек считает, что он вправе поменять даже это. Кто-то там пытается делать пересадку кожи, менять свою расовую принадлежность. Ну, и ты понимаешь, что есть сферы, куда человек право не имеет вторгаться и что-то там нарушать или изменять, иначе это будет катастрофа. Он просто не справится с этим. Более того, люди как бы думают и сами выбирают для себя профессию. Сейчас, кстати, в богатых кругах, в богатых состоятельных семьях в России, я не знаю, в Европе, но слышал о России особенно, что родители определяют заранее, кем будет ребенок. Они определяют, родители. Они платят за его курсы, нанимают учителей. То есть в счет не идет. Выбор даже самого ребенка с малых лет за него определяют родители, кем он будет, кем он должен стать. Я думаю, что это тоже очень опасный ход, потому что человек должен сам свою дорогу искать, он должен интересоваться, он должен прислушиваться, он должен молиться, если он верующий человек. Но профессия, выбор своего жизненного пути, карьера, это также нужно согласовать с богом, потому что в основе лежит призвание. Если мы люди верующие, то в основе лежит призвание. Допустим, замужество или женитьба. Я верю, что человек делает самостоятельный выбор, но он молится, он просит у бога помощи. В чем? Я не сторонник той версии или той теории, что есть один человек на земном шаре, и бог должен как-то сверхъестественно его показать, этого человека. Сердце человеческое должно как-то отреагировать на кого-то и открыться, и должна быть любовь в сердце. А уже ответственность определить, это влюбленность или любовь, вот это уже большая ответственность, потому что влюбленность проходит, любовь остается, любовь никогда не перестает. И вот здесь нужна помощь Господа, вот здесь нужна помощь внимательно изучать свое сердце и не торопиться на предмет того, чтобы понять, где подлинник, а где копии. Вот так бы я, наверное, приблизительно разделил. Есть моменты, куда вторгаться нельзя, мы о них немножко сказали, есть моменты, о чем нужно настоятельно молиться и просить, чтобы именно Бог направлял, чтобы Божий замысел открывался, чтобы человек, наблюдая за своей жизнью, видел, вот здесь Бог мне содействовал, здесь дал мне особое, допустим, содействие, помощь. И вот это выстраивается в нас такой паттерн, английское слово, то есть орнамент, то есть как бы повторяется определенная закономерность. Здесь я учился, здесь я жил, здесь мне встретились такие люди, здесь у меня есть склонность или там любовь к русскому языку или литературе, здесь я очень тяготел изучать богословские труды, книги. Значит, ты когда смотришь, молитвенно изучаешь свою жизнь, ты понимаешь, что оказывается это Божий путь, он сам выстраивал такие вехи в твоей жизни, направлял тебя, поэтому пусть Бог благословит. Нужно много, знаете что, вникать в себя. И вообще не то, что много, а постоянно этим заниматься. Вот мы часто слышим, что нужно постоянно Библию читать, но апостол Павел сказал, вникай в себя и в Писании, и занимайся этим постоянно. Вникать в себя постоянно. Постоянно записывать, постоянно осмысливать, постоянно смотреть в прошлое, постоянно анализировать, 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 думать. Вот это очень помогает. И сопоставлять с Божьим замыслом, слушать свое сердце. Это очень оправданная такая процедура, которая в итоге обернется большим благословением для нас.